МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он? Привет. Да, это его машина отъезжала от места убийства Вадима. Слушай, ну мы с ним вроде бы поговорили. Майор Кравченко, что вы делали 23-го числа на улице Речная с полутора до полутора ночи. Я не помню. Вы бы еще спросили, что я месяц назад в этот день делал. Вы подозреваетесь в двойном убийстве. Постарайтесь вспомнить. Так, а, в транспортную компанию ездил. На речную тогда, да? Она может подтвердить компанию? Ну, конечно. Там камеры видеонаблюдения есть, и они пишут. Почему в тот день были без номеров? Я машину как раз купил тогда. Документы покажите мне. Олеж, слушай, ну мы все знаем, что Вадим не брал взяток. Нам будет его очень и очень не хватать. Ну, серьезно, может уже пора заканчивать с этим делом? Вадим не брал взяток. Анжела, привет. Слушай, мы к тебе по срочному делу. Да, кстати, познакомься. Это Иван, наш новый сотрудник. Здравствуйте, Иван. Что там у тебя? Да, здравствуйте, Анжела. Можешь выяснить, что с этими анализами не так? Угу. Ух ты. Что, простите? А что вы на меня так смотрите? Простите, пожалуйста. Где вы его откопали? Начальство прислала. Он такой странный. Добрый толковый парень. Какой у вас крутой микроскоп. А можно посмотреть? Да, можно, конечно. Только образцы не трогайте. Ага. Что с анализами-то? Я говорю, с анализами что? А, да, 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 да. Ну, с ферментами не все в порядке. Так. Но мне непонятно почему. Угу. Скажите, может, этого человека отравили? Может. Но мне нужно время, чтобы это выяснить. А, ну, сколько? Час. Ну, час. Через час у меня рабочий день наканчивается. Вань, можешь зайти? Через час забрать его, Анжелу. Так я могу отправить на электронную почту. Не, не, я зайду. Я зайду. Что-то холодного захотелось. Пойду, наверное, мороженое куплю. Диетического. Зайдет потом. Диетического. С протеином я возьму. Пойдем. А что ты смеешься? Знаешь, протеин, как действует организм? Ага. Привет. Хочу поговорить с тобой. Танечка, мама. Мама. Никто не может заменить маму. И я не собираюсь. Мама сказала, что ты запретишь нам общаться. Мама, ну ты чего? Туда слезы. Послушай меня, Танюша. Танюша, я обещаю тебе, что я никогда этого не сделаю. Я не знаю, кому верить. Солнышко, Мань. А ты слушай свое сердце. А что у вас дверь? Чего? Таня, ты чего плачешь? А? Танюш, ты чего плачешь? Все, что случилось-то? Кира, я же просил, пока не приходить к маме. А, Аня, послушай, я... Послушай, ты всегда делаешь только то, что ты хочешь. Я же просил. Ну, это... Кира. Лучше, если ты уйдешь. Иди вот, Таня. Сходи. Ты чего плачешь? Да-да. Можно? Да, заходите, Ваня. Скажите, а вы уже готовы результаты? Пока нет. Тут все очень сложно, надо будет брать повторный анализ. Но это уже завтра. Так что, до свидания. До свидания. Анжела. Стемнело уже на улице. Можно я вас провожу до дома? А вы почему пошли в полицию? У вас топом отца? Нет. Папа у нас учитель физики. А прадедушка был городовым, еще при царе. Служил, да. Кстати, вы не хотите, ну, ужин в ресторане, романтический? Вы такой милый. Самое удивительное, что изменение одной частицы, оно полностью меняет состояние второе. Вот как бы недалеко друг у друга не находились, вот представьте, и весь этот процесс называется квантовая запутанность. Как интересно. Правда? А в полицейской академии уже преподает квантовую физику? Да нет. Я вообще разным интересуюсь. Стадии разные там читаю. Кстати, вот недавно прочитала, что Репин очень лестно отзывался от творчества Мариана Фортуни. Вот представьте. Вы знаете, кто такой Мариана Фортуни? Нет, я даже не слышала. Ну как? Ну это же, ну, это же испанский художник, очень известный. Это представитель романтического ориентализма. Вам нравятся романтические ориентализмы? Мне? Ну да. Очень. Доброе утро. Новый сервис. Кофе в камеру. Сдай соседа и получу второй на ужин. Рада, что у вас хорошее настроение. Покажите мне анкету девушке, с которой у вас должно было быть свидание. Опа. Нет анкеты. Плохо. Переписка сохранилась. Читайте. Там девушка довольно раскрепощенная. Прямо пишет, чего от меня хочет. Я вижу. Вот распечатка звонков вашего Ледовского за последний месяц. Спасибо. Ну, вы и дальше намерены меня шантажировать? Что? А, нет. Одну секунду. Я удалю все фотографии, о которых я вам говорила. Так дело не пойдет. Давайте карточку. Извините, что прибегла к таким радикальным методам. Вы сами меня воните. Скажи спасибо, что я тебя в полицию не знал. Да-да. Это что? Переписка Еременко с девушкой Верой, которая не пришла на свидание. Попробую узнать ее айпи-адрес. Хорошо. Кира, хочу извиниться за вчерашнее. Ну, да проехали. Я просто больше не вмешиваюсь в твою жизнь. Могу идти? Да, может, могу чем-то помочь? Да, в таком простом деле. Я справлюсь. Спасибо. Спасибо. Зубренко Тимур Михайлович. Так вот, кто звонил Вадиму перед его смертью. Кто же это? Привет. Привет, технарям. Ну, как вы там? Не полосели еще от своих компьютеров? Судя по твоему боевому тону, опять требуется что-то срочное. Угадал. Нужно пробить один айпи. Только через пару дней. Вы сейчас все заняты, у нас завал по очередному коррупционному расследованию. У меня тоже не менее важное дело. Я понимаю, Кир, ну, пока никак. Потерпи породнее. Что, прям совсем ничего нельзя сделать? Слушай, а попроси своего Кравченко. Пусть напишет служебку. Тогда я смогу попытаться ускорить процесс. Хорошо. Ладно, я поняла. Давай, пока. Все-таки нужна моя помощь? Нет. Нет, я справлюсь. Мне нужно просто отъехать ненадолго. Привет. Это тебе. Спасибо. Ты знаешь, Ваня, я хотела тебе сказать, что все, что было этой ночью, может, она мне... Это была... Это была самая прекрасная ошибка в моей жизни. Ну, давай не на работе. Да, прости. Кстати, о работе. Как там дела с анализами нашего Матвиенко? Думаю, твоего Матвиенко действительно отравили. Дозы были настолько маленькие, что было очень сложно их обнаружить. И если бы я взяла кровь позже, я думаю, я ничего бы не нашла. Угу. Скажи, а его отравление может быть связано напрямую с тем, что он начал терять свои силы? Ну, я не верю в паранормальные способности. Да мне тоже тут психиатр один рассказывал, что его этот дар, он напрямую связан с психическим заболеванием, который у него, кстати, появился после травмы головы. А, ну тогда все сходится. Его иммунная система начала бороться с ядом, и заодно поборола его давнее психическое расстройство. И он начал чувствовать, что теряет паранормальный дар. Спасибо. Ты мне очень помогла. Я провожу тебя после работы. Без возражений. Леня, Летта, Лень, что, нормально? Что ты делаешь? Медитирую я. Свежий воздух, опять же. Врачи рекомендуют. А, прикольно. А я вот не могу на месте усидеть. Что у тебя говорит? Вот, короче, я был у Анжелы. Она подтвердила, что Матвенко травит. Микродозы яда. Да. Ну все, считай, дело закрыто. Осталось только выяснить, у кого есть мотив. Вот, как раз я вот про это и думал. Нужно проверить его родственников и его подчиненных. Не стоит сбрасывать за счетовища и обиженных клиентов. Мало ли. Кому-то непонятно, наверное, с пересказанием. Решил отомстить. Бывает. Ну да. А еще я подумал, что, ну, чтобы травить Матвенко малыми дозами, нужно же находиться рядом. Я вот, Ваня, думал, что у тебя в голове, кроме протеина, а ты молодец. Молодец. Ладно, поехали. Привет. Ого. Здрасте. Нужно определить, с какого устройства сюда приходили на почту письма от девушки Веры. Без проблем. Можно как можно скорее, в идеале к утру. Хорошо, можно и к утру. Какой кайф вообще. Слушайте, а у вас хорошая зарплата? На жизнь не хватает. Ну, понятно. Хорошо, к утру будет. Так что из родственников у меня только жена. То есть все ваши сбережения после вашей смерти достаются ей? Вы на что намекаете? А с кем вы еще видитесь? С моим личным помощником Артемом. Это все? Это все. Если вы подозреваете в чем-то мою жену и Артема, уверяю вас, вы на ложном пути. Вы не волнуйтесь, мы всех проверяем. Привет. Ты что здесь делаешь? Да я к Тане пришла, а она у подружки на дне рождения. Будет поздно. Что за вид? А что, в этом доме нельзя душ принять? Воды жалко. Какая у вас богатая коллекция импрессионизма. Благодарю. Ой, можно? Прошу. Ваш муж настоящий ценитель. Ну, это не муж, это я. Обожаю импрессионизм. А вы присаживайтесь. Спасибо. Вы что-то хотели знать про моего бедного льва? Скажите, у вашего мужа есть враги? Вполне возможно. Что вы имеете в виду? Понимаете, каждый недовольный клиент мог затаить на него зло. Они все ждали, что Лев сотворит чудо, а он у меня не волшебник. А как к нему относился его помощник Артем? Да вы что? Нет, Артем боготворит его. Он бы никогда ничего плохого ему не сделал. А у вас есть его адрес, Артем? Адреса нет, могу дать телефон. Будьте любят. Пожалуйста. Записываю. Куда? К Зубру, от Кирилловича. Проходите. К Зубру, от Кирилловича. Проходите. Здорово. Здорово, Михалыч. Как сам? Отлично. Ты как? Когда на ходу попросишь? Давай на следующей неделе ботанем. Дети как? Отлично, раздул. Нет. Нет. Блин. Давай. Нет. Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Присоединяйся к нам. Пап, ну давай, ну хватит работать, ну пожалуйста. Ну с нами посмотри. Дела, дела. Ну Олег, ну посиди с нами. А что с папой? Да ничего, доченька. Он просто устал наркотик. Я тебе обещаю, скоро все изменится. Все будет как раньше. Доброе утро. Доброе утро. Я отпросился на пару минут. Узнал, что письма отправлялись с IP-адреса компьютера, который находится в городской библиотеке в читальном зале. Отлично. Спасибо. Скажите, у вас не найдется мне местечко у вас в полиции? Просто, знаете, работа в банке, ну это скукотища полная. Возможно. Но только там конкурс очень, очень большой. Ясно. Разрешите идти? Разрешаю. Вольно. Алло. Симар Михайлович? Допустим. Я знаю, что это вы звонили Вадиму Ледовскому вечером в день его смерти. Вы меня, наверное, с кем-то путаете. Ну, если не хотите по-хорошему, тогда как вы смотрите на то, что сегодня вечером ваш закрытый клуб посетит полиция с проверкой? Интересный у вас клуб. Надеюсь, вы исправно платите все налоги и лицензия на игорный бизнес у вас имеется. Ну, слушай, какая лицензия? Это мой подвал. Я его выкупил. Вчера день рождения отмечал, гостей позвал. Еще вопросы есть? А гости у вас тоже хорошие. Заммэра по экономическим вопросам. Начальник санэпидемстанции. Неплохая компания собирается. Вот поэтому не советую сюда лезть со своими дурацкими вопросами. И не играй со мной в эти игры. Ты меня поняла. Ну, 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 не переживайте вы так. Я понимаю, что с такими покровителями любая проверка нипочем. Ну, а что, если я опубликую статью в газете и в интернете со всеми этими живописными фотографиями? Интересно, что об этом скажут ваши звездные гости? Получили фотографии? Что ты хочешь? Я хочу знать, что вы говорили Вадиму в тот вечер. Сейчас нет времени. Приходи вечером к семье в клуб. Там поговорим. Спасибо за сотрудничество, Тимур Михайлович. Мне интересно, кто сидел за компьютером. Пять дней назад с десяти тридцати утра до одиннадцати семнадцати утра. В это утро за компьютером сидел вот Ерёменко Д.И. Ерёменко. А как он выглядел? На самом деле, это был другой человек. В смысле? Просто я его хорошо знаю. Мы в одной школе учились, и я в него даже влюблена была. Только в библиотеке он меня не узнал. И кто же это? Он в десятом классе учился, а я в восьмом. В старшекласснике у нас был коту имя. Скажите мне. А я не сказала? Нет. Валя Снегири. Я Валя Снегири, администратор и инструктор нашего клуба. Спасибо. А я ещё удивилась. Думаю, чего это он другой фамилии подписался? А потом решила, что... Сейчас вспомнила. Спасибо вам большое за подробные ответы. А не за что. Я надеюсь, что Лев Валентинович поправится, и его изумительная способность к нему вернётся. Простите, можно последний вопрос? Вы часто пересекаетесь с Кариной Материанутой? Ну, практически каждый день. Я личный помощник Льва Валентиновича. Она его бухгалтер. По работе приходится решать разные вопросы. А что? Нет, это я хотел узнать пару деталей про личную жизнь, но вы же нам не поможете, да? К сожалению. Ясно. Спасибо. До свидания. До свидания. Скажите, а... Ну, вы вот сами верите в то, что Матвиенко обладает экстрасенсорными способностями? Конечно. Иначе бы я у него не работал. Ну, да-да-да. Спасибо, спасибо. До свидания. До свидания. На футболку обратил внимание? На какую? Ну, лежала на диване. А что в ней необычного? Она женская. Ну, он молодой парень, у него может быть девушка. Что было изображено на футболке? Клодманы, Аводяны и Лилии. Ух ты. А кто у нас большой любитель импрессионизма? Карина Матвиенко. Вот. Подожди, ты думаешь, что они могут быть любовниками? Похоже на то. Но он же так искренне переживал за своего начальника. Вот, я поначалу тоже купился. Получается, что если Артем и Карина любовники, то Артем... Потенциально подозреваемый. Верно. Предлагаю за ним понаблюдать сегодня. Согласен. Почему вы собирались убить свою сестру Алену Еременко? Валентин Григорьевич, вас опознала сотрудница библиотеки. Отпираться бессмысленно. А признаться в ваших интересах. Мой отец бросил мою мать, когда я был совсем маленький и женился на другой женщине. От этого брака появилась Алена. Я ее ненавижу. Она отняла у меня отца и украла мое детство. Вы за это решили ее убить? Нет, конечно. Я же не псих. Недавно у отца обнаружили рак. Врачи дают ему всего пару месяцев. Дело в наследстве? Наш отец, он очень состоятельный бизнесмен. И я просто уверен, что он все завещает Алене. Вы же этого не знаете наверняка. Заранее решили избавиться от конкурентки? Да, потому что папа только ее любит. Я решил сработать на упреждение. И заодно подставить ее гуляющего мужа, да? Это было несложно. Я знал, что Тихон пасется на этом сайте знакомства. Вы Светлану убили, перепутав ее с Аленой из-за логотипа Радуги на спине. Ну, кто же знал, что они переоденутся? Где-где он работал? Надо же. Я понял. Угадай, что мне сказали спецы из отдела информации. Что помощник Матвиенко раньше работал на военном предприятии. Ну, как ты узнал? Довольно просто. Матвиенко травили незаметным ядом. Его вообще можно было не обнаружить, если бы не эта въедливая лаборантка. А такие яды можно достать только у кого? Только у военных. Вот. Да. Это он. Давай, давай, за ней, быстро. Спокойно, спокойно. Кира. Хочу поздравить тебя с успешным раскрытием дела. Милая. Спасибо. Может, сходим сегодня куда-нибудь? Метим? Почему бы и нет? Правда? Ну, отлично. После работы, да? Да. Все договорились. Слушай, там звонили технари и сказали, что освободились, готовы взять твое дело. Но мы, по-моему, не делали официальный запрос. Ты как узнал IP-адрес компьютера? Я обратилась к программисту банка независимости. Заплатила ему. И он пробил IP. Кира, мы же договаривались. Ну, а что мне оставалось сделать? Я сто раз тебя просил не нарушать закон. Техотдел был занят. Отлично. Вы их Зубренко? Да, здравствуйте. А вы не знаете, где он? Зачем вам этот бандит? Я журналист. Хотела с ним поговорить. Так увезли же его на Белом Мерсе. А номера вы запомнили? Не, не запомнила. Быстро запихнули и увезли. Спасибо вам. Да не за что. Калини Матвеенко приехал. Куда? Рано. А вот теперь можно брать. Наконец-то. Ко мне из полиции приходили. Ну что, ко мне они тоже приходили. Я тебе уверяю, у них на нас ничего нет. А вот и ошибаетесь. Пока вы окончательно не отравили Льва Валентиновича, у вас есть возможность отделаться малым наказанием. Давайте пройдем в квартиру. Не будем же мы тут разговаривать. Ну, давайте. Ну, мы вас внимательно слушаем. А чего молчать? Рассказывайте, как вы его травили. Капали ядом на мембрану мобильника. Отравляющее вещество брали на своем бывшем месте работы, да, Артем? Военно-химический завод. Откуда вы? Да, понятно. Поставщика сами сдадите? Да. Послушайте. Вы просто не представляете, как я за эти годы устала от заскоков своего мужа. Когда Артем устроился к нему на работу, мы сошлись. Близко. Вы на его место хотели, да? Была такая мысль. Подождите, а как же дар тогда? Да нет никакого дара. Это обман. Лев просто очень проницательный. Вы знаете, он всегда замечает мельчайшие детали. Я так понимаю, что эта способность развивалась у него с детства. Ему приходилось предугадывать все истерики его матери. Но он же верил свою способность. Ну, конечно. Именно поэтому он хорошо работал с людьми. Так, послушайте, на самом деле, этот якобы дар, это просто последствия его травмы головы. Я консультировался с психиатрами. Все, что Матвиенко принимал за свой этот дар, это звон в ушах, галлюцинации, состояние прострации. Это просто симптомы заболевания. Он псих. Псих, понятно? Он опасен для окружающих. А вы, значит, общество защитить вот таким вот способом забрались, да? Одного не понимаю. У вас на глазах умирал человек. Вам не было его жалко? Молодец! Давай, Кира, отыграйся. Днем рождения, Танюша. Днем рождения тебя. О, папа пришел. Ты вовремя, ужин как раз готов. Очень вкусно. Да, твои овощи любимые сделаны. Выйдем? А вы куда? Сейчас мы поговорим, Танюша, вернемся. Я не понимаю, что не так? Что непонятно? Что ты постоянно себя ведешь, как будто ничего не произошло? Олешка, мне правда очень жаль, что я заставила тебя страдать. Да мне плевать, что тебе жаль. Мне надоел этот спектакль. Я подыграл тебе только из-за Таня. Я больше делать этого не буду, поняла меня? Прости, пожалуйста. Я правда не знаю, что ты меня нашла. Я люблю только тебя, слышишь? Только ты мне нужен. Я хочу, чтобы все вернулось назад. Очень... Простите. Хотела только извиниться. Я соскучился. Очень рад, что вы приехали. Взаимно. Графтус. Урожай 61-го года. Как это мило. Моё любимое. Спасибо. Ну, рассказывайте. Что? Что случилось? Ничего. Я же вижу, что вы расстроены. Да? Очень жаль же оставаться. Все-таки уезжайте. Меня здесь больше ничего не держит. Убийцы моей матери давно мертвы. Расследование окончено. Ну, вы же могли уехать сразу после нашей последней встречи. Да. Но я думала, что я нужна одному человеку. Оказалось, не нужна. Я уже позвонила Ивану Дмитриевичу, сказала, чтобы меня перевели в столицу. Иван Дмитриевич, это друг вашего отца? Да. Он уже генерал. И это он устроил мне стажировку в Мавках. Так что, считайте, я приехала попрощаться. Вы стали для меня очень близким человеком. Я тоже очень рад знакомству. Вам действительно лучше уехать. Ваше место там, в столице. Да, точно не здесь. Но вы звонить-то будете. Вы думаете, легко от меня отделаетесь. Я еще в гости заеду. И частенько там проезды бывают. Олег Николаевич, мы можем поговорить? О чем? О Вадиме. Я уверена, что его подставили. Сам знаю, что подставили. А еще знаю, что его убили по приказу Шункара. У вас доказательства есть, Марина? Есть. Я нашла Зубренко. Это информатор, который в тот вечер звонил Вадиму и дал ему наводку на поджигателя. Так. Но, к сожалению, после того, как я с ним пыталась поговорить, его увезли на Белом Мерсе. Номера знаете? Нет. Но я знаю, что такую машину водит Стас Хромцов. Водитель Шункара. Понятно. Ладно. Номера я пробью. Это все? Нет. Удивите хотя бы час. И ознакомьтесь с моими материалами, и вы все поймете. Так. Компания Овчаренко выиграет почти все тендеры. Если выиграют другие, внезапно происходит возгорание. Интересно получается. Так, из листа справа рука Шинкара. Значит, его холдинг номинально принадлежит Шинкару. Значит, Марина права. Вадима убили по его наводке. Сначала сожгли стройку. А когда, Вадим? Он наполнил наслед поджигателя в белябой. И вы, получается, что при каждом телефонном разговоре вы получали маленькую дозу яда. Карина, Карина. Я знал, что у них роман с Артемом. Но чтобы убить... Подождите, вы знали про ее измену? Ну, я же экстрасенс. Ну, почему вы ничего не предпринимали? Да, смысл. Она... Она была прекрасным помощником в моей работе. А в личной жизни... В личной жизни мы давно уже... Жили, как в параллельных вселенных. Да, печально. Это что, мы все обо мне. Вот скажите, почему вы меня не послушались и вчера опять нагрузили позвоночник? Остануочник. Так... Стоп. Я знаю, как вы это делаете. Ага, все дело в осанке. А если я вот так встану? Так, это едва заметный сколиоз и смещение корпуса влево. Правильно я понимаю? Вы мне не верите? Ну, вы сами все верите. Внимательнее приглядитесь к девушке, с которой начали только встречаться. Поверьте, это ваша судьба. Поверьте, это ваша судьба. Да? Можно, да? Да, теперь смотри, что кудрой накопало. Меня переводят. Обратно в столицу. Я... Я в отделе кадров уже все решила. Осталось... Только, чтобы ты подписал заявление. В смысле переводят, Кира? То, что вчера было, это недоразумение. Не надо, не надо оправдываться. Это вообще не имеет отношения к делу. Просто мы с тобой разные люди. Подпиши, пожалуйста, я спокойно уеду. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...